В эфире информационный канал Город и мы продолжаем. Видеорегистратор очевидцев записал шокирующие кадры ДТП на улице Менделеева. Там бизнес-леди за рулем Хёнде сбила 13-летнего школьника. Мальчику понадобилась срочная помощь медиков. Подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. На этих кадрах видно, как ребенок переходит дорогу в неположенном месте и его сбивает иномарка. После удара мальчик сделал кувырок, упал на асфальт и не смог подняться на ноги. К нему на помощь бросились очевидцы. Они же и вызвали бригаду скорой помощи. По предварительным данным ГИБДД, мальчик получил травмы, однако госпитализация ему не потребовалась. На повторе видно, что школьник шел перед автобусом и смотрел только направо. 38-летняя женщина-водитель Хёнды попросту не смогла так быстро среагировать на пешехода. Вечером 24 октября в заброшенном больничном городке за алыми парусами произошел пожар. Загорелся одноэтажный кирпичный пристрой. Известно, что здания пустуют уже не первый год. Я шел в это время как раз по Октябрьскому проспекту, в сторону Алых парусов. И пожарные почему-то поехали по Московской, хотя заезда там нет. Я не знаю, что за компетентность такого пожарных. И вот они потом круг сделали, и только по Энгельсу, по Преображенска вернее, они завернули, здесь проехали. Начали тушение уже, в принципе, огня уже как такового и нет. На место выезжали 10 пожарных расчетов, с огнем боролись 30 человек. Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются. Я лисички не просто так собираю. У меня много информации по лесам и лугам, и интересам. А коль ты записываешь, вот тебе. Оставили без света полкоминтерна, двое с виду нетрезвых грибников на улице Искры. Приятели на 12-й ладе возвращались домой, но по пути их задержала опора уличного освещения. До приезда сотрудников ДПС у друзей было всего несколько минут, чтобы определиться, кто из них ехал за рулем. Собственник авто вину отрицал. А как ДТП-то у вас получилось? Не у меня же получилось. А не вы за рулем ехали, да? Нет. Как так вы, до выставки разбили стекло? Обычно авария. Как рассказали очевидцы, владелец авто уже лишен прав. Получать уголовное наказание за повторное пьяное вождение он явно не хотел, а его друг Алексей без проблем взял вину на себя. Я не смотрел на спидометр, короче. Мы потихонечку, в принципе, ехали. Ушел в бок, короче. Из-за того, что я выпивший человек. Пассажиру грозит арест от 10 до 15 суток. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова